Здравствуйте! В студии Олег Хилл с обзором британской прессы на четверг, 21 апреля. Заголовки газет говорят практически об одном и том же. Дворец шокирован. Интервью принца Гарри. Ну и то, что королеве исполнилось 96 лет. На многих первых полосах публикуются истории из интервью герцога Сассекского американскому телеканалу и его комментарии об отношениях с остальной частью королевской семьи. Газета Daily Mail сообщает, что дворец шокирован замечаниями Гарри и цитирует один королевский источник, который обвиняет герцога в заблуждении и захватывающем дух высокомерии из-за заявлений, в которых он сказал, что хотел защитить свою бабушку-королеву. Газета Daily Mirror предпочитает сосредоточиться на том, что она называет юбилейным беспокойством принца Гарри, а не на его отказе сообщить, приедет ли он на платиновый юбилей королевы летом. Под заголовком «Так ты приедешь или нет?» газета сообщает, что он и его жена Меган, герцогиня Сассекская, были приглашены на июньские торжества, но отказались подтвердить, примут ли они участие. Газета Metro приводит комментарии принца Гарри о том, что память о его матери, принцессе Диане, помогла ему справиться с расставанием с остальной частью королевской семьи и построить его жизнь в США. Герцог также сказал, что королева по-прежнему доверяет ему после того, как он посетил ее в Виндзоре на прошлой неделе. Именно об этом пишет газета. Газета Daily Express описывает интервью, как окончательное оскорбление королевской семьи. Газета утверждает, что в своем интервью герцог подогрел королевскую напряженность, после того, как отказался сказать, скучал ли он по отцу, принцу Чарльзу, или брату, принцу Уильяму. Газета Daily Star не критикует герцога. Под заголовком это он в конце концов приземлился. Газета сообщает, что принц Гарри покинул королевскую семью во время войны со своими комментариями. Газета Guardian сообщает, что премьер-министр Борис Джонсон не смог закрыть расследование того, вводил ли он в заблуждение парламент по поводу вечеринок на Даунинг-стрит. В газете говорится, что правительство покинуло зал заседаний из-за так называемого бунта со стороны депутатов-консерваторов, вместо этого предложив поправку об отсрочке расследования до тех пор, пока столичная полиция не завершит расследование. И старший государственный служащий Сью Грей не опубликует свой отчет. Десятки защитников готовились противостоять попытке Джонсона закрыть расследование и воздержаться при голосовании, сообщает газета I. В газете говорится, что некоторые депутаты-консерваторы опасаются, что их сожгут, будут против них по этому поводу. В газете говорится, что после дела Оуэна Паттерсона, когда депутатам было приказано поддержать правительство, а затем правительство развернулось к ним, несколько депутатов обеспокоены тем, что их заставят голосовать в поддержку господина Джонсона. Газета Daily Telegraph сообщает об успешном испытании России новой ракеты, которую газета называет самым смертоносным оружием в мире. В газете говорится, что президент Владимир Путин хвастается первым успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты, известной как «Сатана-2», которая может нести дюжину ядерных боеголовок и способна поразить любую точку мира. Комиссар по делам детей призвал запретить шлепки в Англии и Северной Ирландии, сообщает Times. Газета сообщает, что дама Рэйчел Де Соуза заявила, что правительство должно последовать примеру Шотландии и Уэльса для того, чтобы изменить закон, чтобы запретить родителям применять физические наказания к детям. Газета Sun опубликовала репортаж об эксклюзивном интервью Дональда Трампа со своим обозревателем Пирсом Морганом. После серии горячих перепалок по поводу комментариев Моргана о штурме Капитолия США в январе 2021 года и заявлений Трампа о том, что выборы 2020 года были подстроены, бывший президент США назвал Моргана дураком и вышел из интервью, пишет газета. Financial Times приводит новости о том, что акции цифрового гиганта Netflix упали на 60 миллиардов долларов. Это где-то 46 миллиардов фундов. И это составляет почти 40% этого рыночной стоимости. После того это случилось, как очень много подписчиков от них отказались, в том числе и санкции, которые произошли в России. Там тоже Netflix показывал и потерял своих зрителей. Компания ожидает, что в период с апреля по июнь она потеряет еще около 2 миллионов подписчиков, после того, как уже потеряла около 200 тысяч с начала года, сообщает газета. Вот такие заголовки газет на сегодняшний день. Как вы видели, почти во всех газетах использовалась одна и та же фотография королевы, которую мы тоже с удовольствием поздравляем с днем рождения. И осталось узнать, будет ли хорошая погода у нас сегодня. Всем доброго времени суток. Вы на канале русских новостей Соединенного Королевства. В наше время людей с хорошим настроением можно записать либо в Красную книгу, либо в зрителей наших новостей. Сегодня погодные условия все еще поднимают настроение. И теплые солнечные лучи пробуждают и побуждают улыбаться новому дню. День сегодня будет особенно солнечным. Но местами покажется переменная облачность. А именно с утра начнется поток белых облаков с южной стороны Корнового. И благодаря легкому южному ветру пронесет облака до центральной части Англии. Но ближе к вечеру весь поток переменной облачности растворится, как будто его и не было. И тем самым предоставит всем жителям насладиться вечерним закатом. В основной части Англии, Шотландии и Северной Ирландии просто простоит очаровательный весенний день. Но температура пока с утра все еще шептет нам о холодной тона. В центральной части плюс 6, плюс 7. В Шотландии все еще 5 градусов. Но уже после 12 дня, даже в Шотландии температура поднимется до 17 градусов. Вместе центр говорит, что температура вчера побила рекорды. И 19 число войдет в историю, так как даже в Барселоне было 17 градусов, а в Лондоне было 20. Расскажите, вы чувствуете этот перелив радости от теплоты и хорошей погоды? Если да, то я вас остужу, так как к концу следующей недели должен снова выпасть снег. Посмотрите вокруг, это ваша жизнь. Полюбите ее, и жизнь полюбит вас в ответ. Всем добра. Спасибо, Игорь. Да, добавить нечего. Погода переменчивая. Это любимое слово синоптиков, судя по всему. Ну, а в студии был Олег Хилл. У меня новостей на сегодня на утро сегодняшнее больше нет. Встретимся с вами в следующем выпуске. Не забывайте подписаться на канал для того, чтобы узнавать о всех новостях Великобритании первыми. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok